Здравствуйте! Здравствуйте! Это ЕТВ. Программа о людях и делах компании «Газпромдобыча Ямбург» в студии Константин Портных и сегодня в выпуске. Смотрите. 30 лет спустя. Промысел юбиляр ГП-7 вчера и сегодня. Бымпел Ямал. Подшефному военно-патриотическому центру стукнуло 5 лет. Ты туда не води, сюда води. Обучающие семинары по безопасному вождению. А начнем мы с темы производства. В декабре 30-летний юбилей отмечает коллектив седьмого промысла Ямбурга. Накануне там побывал наш корреспондент. В его сюжете о том, как и чем живут промысловики установки. Первые кубометры голубого топлива в магистральный газопровод. Седьмая установка комплексной подготовки газа Ямбургского месторождения подала 14 декабря 1991 года. Пуск прошел штатно. Довольно быстро промысел вышел на заданные параметры. Нет, проблемы, конечно, были. Но решались без спешки и штурмовщины. Как говорил первый начальник ГП Лев Иваченко, вопросы быстрее решаются, если за них берешься, применяя холодный расчет. Спокойствие, невозмутимость, профессионализм – главные принципы работы коллектива промысла. В 90-91 годах с ГП-1 ушли люди, которые действительно хотели что-то нового. И вот эти люди, которые первые, Савин, Боев, Кугаевский, Шарипов, Целяева, Грицев, они вместе с Иваченко ушли сюда. Вокруг них начали формироваться коллектив. И вот это все как-то потихонечку, потихонечку, потихонечку все это нарастало. Сегодня седьмой промысел Ямбурга – современная инфраструктурная единица. Здесь все работает как часы. Аварии исключены. Коллектив, состоящий из 132 человек, обслуживает огромное технологическое хозяйство. Каждый на своем месте точно знает свое дело. На сегодняшний момент промысел состоит из фонда скважин, площадки, установки самой комплексной подготовки газа и даже одной компрессорной станции. Скважины – зона ответственности мастера по добыче газа Александра Комарова. Он один из самых опытных работников установки. На промысле работает с апреля 2002 года. Собственными глазами в динамике проследил развитие ГП за 20 лет. В работе у нас 89 скважин, всего 107 эксплуатационных. Часть в простое, в техническом. Обслуживает 10 человек. Происходят реконструкции, добуривают кусты, вводят различные оборудования. В частности, у нас ввели телеметрию, скважины с КЛК, концентрические лифтовые колонны. Интересная реконструкция трехходовой экраны. Электрические, тепловые и прочие силовые системы ГП – важнейшая составляющая технологической цепи промысла. Насосы, электродвигатели, кабели обслуживают 28 человек. Трудно перечислить все элементы их зоны ответственности. Одних трансформаторных подстанций 8 штук, кабельных линий 72 километра, 760 электродвигателей. И это еще не все. В состав теплоэнергетического оборудования газового промысла входят теплогенерирующие энергоустановки. Это котлы-утилизаторы, расположенные на газоперекачивающих агрегатах. Также имеется у нас аварийный источник теплоэнергетического оборудования. Это установка подогрева теплоносителя. Там расположены насосы, которые тоже обслуживаются сантехниками. На промысле порядка 33 километров тепловых сетей, а также более 2000 видов запорной арматуры. За 30 лет на промысле не зафиксировано ни одной аварии или серьезного сбоя. Сложности бывают. Их не может не быть, когда работает крупная техническая система. Сложности есть, а вот проблем нет. Во всяком случае, нерешаемых. Сегрет успеха прост. Заключен он в профессионализме и сплоченности коллектива. Боюсь, что «семерка» такое место, где недружный коллектив не справится с тем фондом, который у нас имеется. Так как мы считаемся окраиной месторождения, в связи с этим высокая обводненность скважин. Ну и, соответственно, сложности в обслуживании как фонда скважин, как газосборной сети. Недружный коллектив быстро не справится с задачей по ликвидации каких-то сложностей. За последние годы коллектив у нас очень омолодился. Ушли на пенсию те люди, которые отдали много лет данному производству, которые его устроили, пускали в эксплуатацию, вводили на проектную мощность. Молодые люди приходят тоже заинтересованы своей профессией, своей работой. И большинство пенсионеров, которые уже ушли на пенсию, передали свой опыт именно молодежи. И она приняла этот опыт и справляется со своими поставленными задачами. Александр Семенов – ветеран промысла. Он один из тех, кто передает молодежи не только опыт, но и добрые традиции установки, заложенные в первые годы становления коллектива УКПГ. Хорошо помнит, как тогда приходилось работать. Я устроился на работу на ГП-7 с 15 января 1994 года. Начальником был Лев Александрович Ивашенко, мастера подобычи Виталий Алферов и Рафик Хесматуллин. Народу было очень мало, работы было очень много, давления совсем другие были. Ну и там своя специфика была. Не было метанолог, возили кислотками, закачивали агрегатом. Техника совсем другая была. Раньше труднее было. У таких ветеранов, как Александр Семенов, в свое время проходил реальную школу газодобытчика инженер Иван Петренко. В общество он попал, когда после окончания вуза победил в конкурсе молодых специалистов. Вначале поработал оператором на четверке. Теперь на семерке ими руководит. С коллективом работать легко, достаточно понимающие, знающие. То есть, если какая-то задача перед ними стоит, они ее выполняют грамотно. То есть, долго объяснять не надо. Времена меняются. На заслуженный отдых уходят первопроходцы и ветераны. Но остаются добрые традиции. Нет сомнения, что молодежь их сохранит и приумножит. А это значит, что у промысла впереди прекрасные перспективы. Юрий Григо. Ямбурское месторождение. А сейчас о сотрудничестве. В декабре свой первый юбилей отметил подшефный военно-патриотический центр «Вымпел-Ямал». Вот уже пять лет с курсантами занимаются допризывной подготовкой, формируют бережное отношение к российской истории, воспитывают молодежь с активной жизненной позицией. Идейный вдохновитель и руководитель центра – наш коллега Александр Сергеенко, начальник отдела социального развития «Газпромдобыча Ямбург». Все эти годы компания финансово помогала курсантам в реализации военно-спортивных мероприятий. Смотрим сюжет Юлии Надраги. И пусть страна родная надеется на нас. Мы поколение юных, мы будущий спецназ. В «Вымпел-Ямал» – подразделение особого назначения. Задача рядового состава – допризывная подготовка и патриотическое воспитание. Цель командного состава – вырастить поколения с правильными жизненными ценностями и ориентирами. Мы уже несколько лет занимаемся деятельностью в сфере военно-патриотического воспитания, допризывной подготовки ребят к службе в армии. И, конечно, искали сознательно таких единомышленников по разным регионам. Познакомились и с Всероссийским военно-патриотическим центром «Вымпел», частью которого мы на сегодняшний момент и являемся. Лучшего решения, как присоединиться именно к этой организации и получать оттуда и методическую, и административную поддержку, ну, наверное, трудно было бы придумать. Военно-патриотический центр «Вымпел-Ямал» – это региональная общественная организация. Организовали ее в 2016 году. Тогда азы военного дела постигали 30 курсантов – мальчики и девочки 12-16 лет. Почти ничего не умел, был несобранным. За три года больше дисциплины. Физические показатели мы увеличились, конечно, да, потому что подготовка хорошая, да. Не пожалел, что пошел в войну. Несмотря на юный возраст, ребята здесь не в войнушку играют, а получают серьезную физическую, техническую и теоретическую подготовку. У каждого есть возможность научиться самообороне, стать выносливым и сильным. Возможность доказать, что они могут защитить себя и свою страну. Есть рукопашный бой, есть, ну мы ходим в тренажерный зал, занимаемся общей физической подготовкой, ходим в тир, в бассейн, на лыжи. Есть тактическая подготовка, вот как сейчас. За пять лет вымпел Ямал из взвода превратился в роту юных защитников. Сегодня в ВПЦ занимаются 120 ребят в возрасте от 6 до 20 лет. Для тренировок открыты патриотические клубы на базе трех науренгойских школ, двух спортивных комплексов, а также в детском саду, на лыжной базе и в пожарной части города. С детьми работают 20 инструкторов и кураторов. Они проводят теоретические занятия и практические тренировки, организуют палаточные лагеря и летние сборы. Выпил Ямал, северянца, полярное братство. Упорство и смелость нам север с рождений отдал. На самых лучших пришли мы, ребята, равняться. Строю легендарном с названием Выпил Ямал. Юных патриотов поддерживает администрация города и округа, а также общество «Газпромдобыча Ямбург». Финансирование обычно требуется в выездных мероприятиях и в материально-техническом оснащении. Такая поддержка позволяет команде Выпила насыщенно проводить летний туристический сезон. Я прыгал в первый раз. Когда прыгаешь, нужно читать 3 секунды, посмотреть на купол, и если с ним все в порядке, то выдернуть чеку из запасного парашюта. Если что-то не так, то активировать запасной парашют. Курсанты покорили скалы Южного Урала, прибрежья Байкала, сухопутные, водные и воздушные просторы Крыма. Благодаря походам у ребят есть разряд по спортивному туризму, навыки в альпинизме, каньонинге, дайвинге. Дикие пещеры, горные массивы, водопады, плаванье, скалолазание, прыжки. Военно-патриотический туризм – он такой. Было немного страшно, потому что почти весь поход был по обрывам каким-то, потому что повернешь голову, посмотреть на Байкал, а там снизу не вода будет, а пляж какой-нибудь каменный. За время летних сборов на прочность испытали себя более 80 курсантов «Вымпела». Особая ценность для допризывников – работа с офицерским составом войсковой части. Это построение на плацу, строевая, огневая и тактическая подготовка. Во время страйкбола курсанты отрабатывали штурмовые действия в малой группе. По итогам каждый «Вымпеловец» получил сертификат об успешном прохождении программы военно-патриотического отряда. Мы находимся в течение 10 дней на территории войсковой части. У наших партнеров – это 318-й отдельный смешанный полк морской авиации, это гарнизон «Кача». Часть находится прямо на берегу моря. И получается уникальная возможность, с одной стороны, провести такие полноценные военные сборы, когда ежедневно офицерский состав войсковой части проводит занятия по допризывной подготовке с ребятами, а с другой стороны, тут же есть возможность отдохнуть, покупаться на море, восстановить свое здоровье. Осмотрено. Отпускаешь. Не сопровождаешь. Еще раз попробую. Отпусти выпру. Вот. Контрольный выстрел. Контрольный спуск. Научиться новому, узнать новое, побывать в новых местах, попробовать жить в казарме. Как это? Нелегко, но очень интересно. Благодаря активной жизненной позиции курсанты «Вымпела» поддерживают социальные акции, участвуют в городских форумах, в спортивных мероприятиях, создают патриотическое настроение на любых событийных площадках Нового Уренгоя. Молодежь поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны, встречается с участниками боевых действий. Курсанты самостоятельно проводят различные акции и вовлекают в них взрослых и детей. Быстрее обнижать красное ведро, этот танк у нас. И вернуться всем же, чтобы живые вернулись. Ямальские выпускники «Вымпела» регулярно пополняют армейские ряды различных войск Российской Федерации. ВДВ, морфлот, авиация, танковый, сухопутный, а также ракетные войска стратегического назначения. Больше 50 курсантов уже успели проявить себя на службе Родине. И где бы они ни были, они помнят, когда в их душе был поднят «Вымпел патриотизма». Продолжаем выпуск. Специалисты Центра про безопасность провели серию обучающих семинаров для водителей первой службы эксплуатации управления технологического транспорта и специальной техники. Изучили в теории и показали на практике тонкости управления различными типами автомобилей, которые помогут ямбургским водителям повысить безопасность при эксплуатации транспортных средств. Юрий Григо разбирался в теме. В группе 12 человек. Немного. Но так лучше усваивается материал. А преподаватель, точнее сказать тренер, получает обратную связь и живую коммуникацию. А это самое главное в деле достижения цели. Цель проста. На уровне подсознания выработать у водителя навыки, которые позволят избегать рисковых ситуаций и полагаться в дороге только на себя, не рассчитывая на то, что за рулем соседнего автомобиля дисциплинированный водитель. Угроза лобового столкновения, хочу напомнить, это опаснейший из маневров. Вчера мы с вами разбирали движение задним ходом, боковой интервал, дистанцию. Многие маневры на автомобиле, где мы не можем не увидеть. Но самым смертоносным до сих пор в 2020 году является именно удар, когда машины летают на гитару, на обочине лоб-лоб. В группе водителей различных автоколонн первой службы эксплуатации и управления технологического транспорта и специальной техники общества. Причем как молодые, так и наработавшие солидный опыт. Кстати, это может показаться удивительным, но по уверениям специалистов-психологов, чем больше стаж, тем больше уверенности в себе и пренебрежительней отношения к возможным опасностям и рискам. В теоретические части у нас входит такая вещь, как защитное вождение, то есть это стиль вождения водителя, при котором водитель не зависит от действий участников в дорожном движении других, независим, тем самым сокращает риски попадания в аварийной ситуации на дорогах. Цель – это сохранение ресурсов, сохранение жизни, здоровья человека и напоминание для уже опытных водителей о том, что самое главное – это жизнь. Давайте с вами рассчитаем остановочный путь. Еще раз на самую начальную линию тормозного пути мы пройдем все вместе. На практических занятиях в ходе упражнений разбирали, казалось бы, хорошо известные вещи. Ключевая фраза – «казалось бы». Например, все знают, что с увеличением скорости автомобиля увеличивается и тормозной путь. Простая истина. Сложность в том, что редко кто задумывается, насколько именно увеличивается. А увеличение тут не линейное, а пропорциональное квадрату скорости. Конечно, никто не будет держать в уме сложные формулы. Упражнения же просто и наглядно демонстрируют эти величины. Девок, я на втором пути могу забирать скорость 40 км в час. 20, 40 и 60 км в час – разница, насколько увеличивается тормозной путь. Это как бы очень показательное упражнение, что увеличивается тормозной путь в квадрате. Моя цель – это теория, но теория подтверждена, которая практика. И вот заметьте, когда вы рядом со мной находились, я водителям постоянно задавал вопросы. То есть я их даже не учил. Они сами находили ответы. И так как они на практике видят, что действительно происходит на улице, они начинают уже сами как бы осмышлять и изменять себя как водителям. Менять что-то в своем стиле вождения. Она толкает, а другая цель. Если не спеши, на это обратите внимание. Она толкает, другая цель. Еще одно упражнение – применение и отработка техники руления под названием «Тяни толкай». Она очень полезна и должна применяться даже сейчас, во времена, когда все автомобили оснащаются большим количеством сервисных устройств. В данном случае гидроусилителем руля, который позволяет даже водителям больших грузов легко вращать баранку одной рукой. Для чего мы даем этот навык управления автомобилем? Дело в том, что на зимних дорогах, на скользких участках, где водитель уже после, допустим, какой-нибудь федеральной трассы или трассы, где высокая была скорость, заезжает в город. Водитель начинает терять как бы это чувство скорости и может в скользкий поворот, допустим, на кольцевой развязке. Войти по привычке, одной рукой закрутить руля. Когда водитель перебирает рулем, водитель, во-первых, ограничивает себя в скорости. А еще в ходе тренинга водители познакомились с техникой снижения ущерба при возможном опрокидывании автомобиля на высокой обочине и уменьшении опасности дорожно-транспортного происшествия, если по той или иной причине происходит выезд на обочину на большой скорости. Занятия, на самом деле, да, интересные. Как бы много нового узнается в том, что мы рассказываем. Это не рассказывают ни в автошколах, нигде. Это может приобретаться только либо с жизненного опыта, либо человек к этому подготовит. Водитель шестой автоколонны Игорь Бежан за рулем более десяти лет. Стаж вполне достаточный. Однако, несмотря на это, в ходе занятий по-новому взглянул на известные и устоявшиеся водительские истины и получил много новой информации. Эти знания необходимы каждому водителю, да, непосредственно. Ну, в таких трудных условиях нашего климата, так как здесь гололедится, там, в общем, разные погодные условия, туман. Ну, и как бы дополнительный навык, в общем, в вождению автомобиля. Мне есть с кем сравнить с другими компаниями. Работаем мы не только с «Газпром добычи Ямбург». Я вам так хочу сказать, у вас водители, можно так сказать, очень пунктуальные. Стараются, ну, то, что я вот увидел в запасное время, стараются не торопиться, стараются исполнять те регламенты, которые установлены на территории поселка Ямбург. Видно, что настроены именно на стиль управления зимних дорог, аккуратничают, по торможению очень плавно тормозят. И уровень подготовки все же на хорошем уровне. Вместе с водителями управления технологического транспорта и специальной техники, тонкости защитного вождения, постигал корреспондент Юрий Григо. Поселок Ямбург. В конце года подводят итоги. Так, в прошлом году в эфире ЕТВ появилась рубрика «Мой 2020». В преддверии нового года мы решили ее возобновить. И первым творческие итоги подведет наш новоуренгойский корреспондент Алмаз Абдельманов. О своих впечатлениях он расскажет прямо сейчас. Мой 2021 однозначно был лучше 2020-го. Во-первых, все мы вышли из онлайна в оффлайн. Цифровое общение уступило место живому человеческому. Да и работы стало значительно больше. Вперед прошлое. Перемотаем жизнь на 10 месяцев назад. Тогда, в марте 2020-го, нашей съемочной группе удалось встретиться с инженерами года. Ежегодно в этом престижном всероссийском конкурсе участвуют инженеры со всей страны. Работники «Газпромдобычи Ямбург» всегда в числе призеров. Так, год назад лауреатами стали пятеро сотрудников компании. Трое из Ямбурга, двое из Нового Уренгоя. Анна Долинчук победила в номинации «Строительство и стройиндустрия». Виталий Борылев – «Информатика», «Информационные сети» и «Вычислительная техника». Премия этого конкурса считается одной из самых престижных профессий. Победители заносятся в реестр профессиональных инженеров России. Участие в данном конкурсе позволяет повысить привлекательность самого труда, профессионализма, делать привлекательным инженерный труд для молодежи. Но победа в этом конкурсе еще раз подтверждает, что в нашем обществе работают настоящие профессиональные инженеры. Мне нравится ваша одежда. Я бы хотел бы прям близко такую. Одевайтесь. А где можно купить у вас вот такую одежда? В начале марта наша съемочная группа вместе с руководством общества побывала в Надымском районе. Тогда на дне оленевода мы и встретили на улице колоритного парня из далекой Африки, которого интересовало все. Праздник народов севера удивил кенийца. Тундровики угощали его местными деликатесами, катали на оленях упряжках, а ямальцы не давали ему прохода, делая бесконечные селфи. После выхода сюжета в эфир Стивен Атьена, так его зовут, стал Надыме настоящей звездой. Как говорят по-русски, замучили немножко, но так нормально. Мне приятно тоже, как бы, все тоже немножко, внимание вот это все, но все нормально, короче. Удачи, успехов ко всему. Все жили хорошо, дружно и все были счастливы. Весной мне и моим коллегам из вахтовых поселков удалось снять несколько сюжетов о юбилее УТТСТ. Тогда Управление технологического транспорта и специальной техники «Газпромдобыча Ямбург» исполнилось 35. В составе этого крупного подразделения сегодня работает почти 2000 человек, в основном, разумеется, водители. Однако, чтобы всем работникам общества было комфортно в дороге, свою службу исправно несут диспетчеры, автослесари, механики и руководители разного уровня. Персонал трудится на Ямбургском, за полярными месторождениях и в Новом Уренгое. Коллектив очень сплоченный и люди ответственные в основе своей. Это костяк уже ветераны, которые начинали здесь с 80-х годов и относятся ответственно к своей работе. Это можно констатировать как факт. Еще одна значимая тема, которую я освещал в 2021-м – добыча 6-триллионного кубометра природного газа. Знаковый рубеж компания «Газпромдобыча Ямбург» достигла 5 июня в 7 часов 15 минут. В этот день ранним утром, чтобы поздравить друг друга с масштабным событием, в производственно-диспетчерском пункте собрались руководители, ветераны и молодые специалисты. По видеоконференц-связи к ним присоединились коллеги из Ямбургского и заполярного месторождения. Добыча 6-триллионного кубометров газа – результат совместных усилий и напряженного труда всех структурных подразделений общества. Каждый кубометр газа добыть из недр месторождений необходимо технологически правильно, безопасно для людей и для окружающей среды. И, конечно же, экономично, без лишних потерь и ненужных затрат. В «Газпромдобыча Ямбург» охране окружающей среды уделяется серьезное внимание. Летом наша компания присоединилась к экологическому проекту администрации города «Наш чистый Новый Уренгой». Полтора месяца работники ОВП наводили порядок на территории газовой столицы и в ее окрестностях. За короткое северное лето сотрудникам предприятия удалось ликвидировать более 100 стихийных свалок, а это около 250 кубометров отходов. Мы проводим традиционные наши экологические субботники на всех территориях, где «Газпромдобыча Ямбург» ведет свою производственно-хозяйственную деятельность. В частности, это муниципальное образование города Новый Уренгой, это поселок Ямбург, это поселок Новозаполярный. То есть эти акции ежегодные. Все сотрудники выходят и приводят в порядок территории, прилегающие непосредственно к нашим объектам. Мы рады вас видеть в нашем саду Яма. Привет, робот! Дети, родившиеся в век цифровых технологий, должны воспитываться в понятной для них среде. Благотворительность – еще одна важная задача, которую выполняет компания. Так, под конец года нам удалось побывать в детском саду Ямал, где прошли космические игры под названием «Ямалята в космосе». Ребята слушали рассказ о строении Вселенной и истории о своении космоса. Из конструкторов собирали космические станции, летательные аппараты и роботов. Этот проект стал одним из победителей конкурса «Газпромдобыча Ямбург». На средства, полученные детским садом от газодобывающей компании, купили конструктор нового поколения, очки виртуальной реальности и обучили педагогов. Важный формат вообще такого сотрудничества, я считаю, что даже его надо расширять. Тем более, вот подготовка кадров, возможно, начинается уже здесь, цифровых кадров в том числе. Таким выдался мой 2021-й, чего ожидать от наступающего года пока неизвестно. Побольше счастливых вам моментов. И пускай 2022-й принесет много хороших новостей. До встречи в эфире ЯТВ. Алмаз Абдельманов, Дмитрий Шолохов, Новый Рингой. Это была последняя информация выпуска. Смотрите нас на каналах в YouTube и Routube. Подписывайтесь, ссылки на экране. В студии работал Константин Портных. До новых встреч в эфире. Конечно же, ЯТВ. Субтитры сделал DimaTorzok